А, смотрите, у нас запотели окна. Люблю, кстати, рисовать на таких потевших окнах. Видно, да? Сердечки такие классные получаются. И вот тут чуть-чуть видно. Я кашу варила, окно не открываю, потому что холодно, я очень мерзну. Ну и у нас, конечно же, продолжается зима. Снег идёт со вчерашнего утра, второй день идёт. Там уже реально сугробы. Сейчас я вот тут покажу вам. Вон машина. Она уже, вон, видите, уже заросла снегом. Я не знаю, блин, это всё тает, ведь будет потом теперь долго. У нас только во дворе уже всё растаяло. Так хорошо было. А люди, вон, сейчас покажу, женщина там велики. Пробирается, вот она женщина. Пробирается по этим сугробам прямо. Кошмар просто. Надолго теперь запомнится. Тут у нас бельё стирается, вон, сито. А, что-то она прям пустая совсем даже. Я думала, будет битком, а она пустая. Ой! Ой, она вообще пустая. Ничего себе! Я вроде так наложила, прям битком было. Так, сейчас я буду делать котлетки из фарша. У меня фарш индейки. Вернее, вместе с вами сейчас буду делать. Делать я буду для Димы, поэтому без всяких специй. Просто сейчас их сюда наложу. Ну, и всё, такая вот у меня индейка. Секрой, кстати, в прошлый раз тоже покупала фарш. Говорит, я там фарш из индейки тебе оставила. Я сделала из него холодец. Но там был не такой фарш. Там было ощущение, как будто фарш из супер жирной свинины какой-то. Вот, я сейчас смотрю, он совсем другой. Там я доставала другой был. Такие вот. Сделаю крупненькие, а потом я их буду разрезать для ребёнка. У нас будет сегодня... Хотя, не знаю, потому что я их не из-за всего, кстати, сделаю. Может быть, их проще, а остальные много. Я думала, там прям совсем чуть-чуть. Сейчас что-то, кстати, в последнее время я замечаю, что килограмм фарша... Раньше как-то был прям целый мешок такой, большой мешок, килограмм. Я помню, покупала, как и килограмм конфет, например, я помню. Прям такие огромные мешки были целые. А сейчас килограмм вроде бы, а полмешка. И фарш, вот, и конфеты, вот, я замечаю. Что-то сейчас вообще всё так поменялось почему-то. Стиральная машинка у нас стирает. Обожаю стирать, вот, честно. Так, люблю стирать прям вообще. Люблю очень. Когда вынимаешь и засовываешь в бельё вонючее такое, грязное. А вытаскиваешь, она ароматная такое. Персилом так пахнет. Я стираю только персилом. Я помню, когда у нас появилась стиральная машинка, вот эта вот. Первая. Она единственная. Я помню, пошла в магазин и купила персил. Первый порошок мой был персил. Не знаю, почему я его купила. Была акция, наверное, на него. Вот, я его купила. И всё. И я не смогла уже другим пользоваться. У меня был другой эмейф у меня был. И ещё какие-то там были. Вот, ну, не нравится мне запах. Вот, мне нравится и всё. А персил, вот он ароматно пахнет. И каждый раз, я помню, приходила. Уже знала, в какие месяца бывают акции. В этом магазине «Семья». Я, помню, приходила. Брала этот порошок, покупала. И себе говорила, всё, я беру последний раз. Его, он очень дорогой. Нельзя таким дорогим порошком пользоваться. Надо экономить, надо это. Каждый раз брала. А потом в какой-то момент поняла то, что я не смогу уже пользоваться никаким другим. То, что нужен мне только этот порошок. Не хочу я уже. Ну, не знаю, не хочу. Вот. И, кстати, в прошлом году, летом, да, я закупила. Сейчас вот я, кстати, пересыпала порошок. У нас один порошок уже закончился. Пересыпала. И смотрю, у меня два мешка стоят, думаю. Интересно, сколько там по килограмм этих мешков? Один мешок 3 килограмма. Ну, вот, у меня 6 килограмм порошка уже есть. Думаю, хорошо. О, смотрите, сколько получилось-то. Думала, сейчас ребенка спать уложу и тоже лягу спать. Вчера легла вообще в 4 утра. Засмотрелось кино, такое интересное было. Дай, думаю, кино посмотрю. Надо, думаю, как-то развлечься. Сначала долго лазила по Ютубу. Там посмотрела у вас, там где-то. Один ролик, другой ролик, третий ролик. Потом думаю, надо кино посмотреть. Думаю, хоть это, когда смотришь кино, хоть как мир познаешь. Узнаешь что-то. Так, здесь вообще будет он малюсенькое. У нас вот целый день сегодня. Вчера целый день шел снег. Сегодня, ну, ролик, конечно, как всегда у меня выйдет с большим опозданием. Потому что у меня роликов очень-очень-очень много. И они никак не заканчиваются в конце прошлого года. И в этом году у меня прям есть что выкладывать. Очень-очень много всего. Я могу, конечно, все ролики выложить за один день. Но вы не будете смотреть просто. Поэтому приходится вот так с опозданием. И там у меня уже на дворе лето. А вы мне пишите. Ой, как у вас снежно. А у меня уже лето на дворе. А теперь вот снег пошел. Так, камеру чуть выше подняла. Я уже тут начала чистить морковку. У меня такая вот морковень. Такая вот штучка у меня. Это я когда-то еще в свое время купила за 150 рублей. Кстати, уже очень давно. Ей больше 5 лет. 6 лет, наверное, уже. И она хорошо чистит у меня. Вообще классная штука. Я когда покупала, мне сказали, мол... Ну, ладно, пускай здесь будет. Берите побольше, возьмите. Вам понравится. Она как-то не верила таким вот штучкам. Я думаю, у мамы такая похожая была. Такая керамическая. Ей не понравилась. Так, я на доску. Вот, у мамы была. Но она была не металлическая, а какая-то как пластмассовая, что ли. Или керамическая. Ну, сейчас вот есть такие ножи беленькие, которые делают. А раньше как-то какого-то другого материала была. Потому что она очень давнишняя, с 90-х годов. Сомневаюсь, что тогда были ножи такие беленькие. Керамика, что ли? Керамическая или нет? Не знаю. Не помню, забыла. У меня есть такой нож, кстати. Я им когда зелень режу, замораживаю, я им режу. Чтоб не окислялось там вот это все. Ну, у меня такой самый дешевенький. Так. Тут. Вот, все выкипает. А то мне, знаете, как-то раз было. Дядя в гости пришел. А я как раз суп готовила. Я чистила картошку вот этой вот штукой. Ну, когда картошка такая огромная, ее вот удобно держать. Я раз-раз-раз-раз. Почищу потом ножичком вот тут вот. Отрежу и все. Ну, как раз пришел я. Первую там часть картошки, которые большие, так вот сделала. Ну, как бы штучку эту почистила. А мелкая начала резать ножом. И он такой на меня смотрит, смотрит. А, говорит, так ты умеешь ножом чистить картошку? Я говорю, ну да, умею. Ну, что же, говорю, с мужем живем-то мы уже давно. Ну, говорю, как же я до этого-то жила. А, понятно. Я думала, ты не умеешь просто. Поэтому чистишь этой штучкой. Я помню, прям вообще на всю жизнь запомнился этот момент. Я говорю, ну, я чище, потому что удобно чистить ее. Если вот, допустим, большая картошина, ей удобно. Раз-раз, шик-шик и все. Чем вот ножом. А мелкие, вот я не люблю поэтому мелкие картошины. Все время мужу говорю, купи большие. Но вот эта свекровь, по-моему, покупала. Так, картошка у нас уже есть. А морковь я хочу на терке потереть. Сейчас мы терку возьмем, Диана. Вот у нас такая терка. Она уже перекосилась у нас. Это ее муж так перекосил. Нет, часть оставлю. Часть оставлю. Все не буду морковку. Слишком много будет, наверное. Вот, морковь я, кстати, тру, потому что Дима ее плохо жует. Немножко он у нас начал жевать позже, чем нужно было ему. Потому что его все хотели сбаловать, побаловать подольше. Чтобы он не мучился, не жевал. И в итоге он только-только относительно недавно, то есть ребенку уже 2,8, он только относительно недавно начал нормально жевать. Потому что бабушке, прабабушке его, по моей линии, все не надо. Ребенок же не умеет жевать. Значит, ему не надо жевать. Потом научится. И поэтому он до сих пор иногда проглатывает. Которые кусочки не жуются, он проглатывает. Особенно макароны мы не можем есть. Потому что он проглатывает их. Не хочет жевать. Вроде так стараешься, стараешься, но вот этот вот момент упустили немножко. Поэтому я тру. Ну, он и суп как бы особо не любит из-за этого. То, что вот морковь там вот, надо жевать, все. Ему не хочется, ему хочется, чтобы все потерли ему. Чтобы он суп ел, вот я ее тру. А картошку я уже буду резать. Ну, она и так мягкая. Морковка, она всегда жесткая. Вроде у нас супы все едят. Я помню, в больнице лежала с одной девушкой. Она рассказывала, у нее муж суп не ест. Ну, вообще вот такое вот жидкое. Суп, борщ, там, щи и так далее. Вообще не ест. Вот я как только не пыталась его. Вот ни в какую. У него родители никогда не готовили. И он не ест. Или, может, не любит. Вот я замучилась уже. Не знаю, что ему там готовить. Я домой приехала, так посмотрела на своего мужа. Говорю, какое счастье, что ты у меня всеядный. Что мне хоть не приходится думать об этом. Чего приготовить? Приготовил там целую кастрюлю борща. И ешь целый месяц. Ну, не месяц, конечно, нет. Это я уже образно. Обычно у меня вот такие вот контейнеры есть. Кстати, в экспрессе покупала. Они с крышечками. Они, кстати, очень удобные. Стоили они там по 10 рублей, по 11. Сейчас иногда еще продаются. Они такие объемненькие. Здесь у нас 33 миллилитра. 33. И вот сюда вот то, что там Дима не доел, допустим, я сюда складываю. Там что-нибудь осталось. И вот точно так же вот морковку я сейчас положу и в холодильник отправлю. Или вот то же самое. Вот я вчера этот сок буду делать ему из этого граната. То есть вчера начистила, чтобы потом не мучиться. И перчики. Я их это уже подсушила, скажем так, немножко в духовочке. Вот я их сюда сложила. Ну, закрать крышками я не стала. То есть вот так вот. Варятся у меня здесь супчики. Я уже морковку забросила только что. Требуется убавлять, наверное. Что-то у меня в этот раз прям... Ах ты, блин. Ложка упала. Так, ложка. Она моя женского рода. Значит, там торопится женщина в ближайшее время. Так, здесь у меня яйцо варится с Димочкина. Свои три яичка я уже вытащила. Я люблю с мятком. А Диме пока что вкрутую. Да, у меня, кстати, тут пятно. Не, обращайте внимание. А это что-то у меня выкипело, наверное. Из кастрюли вот сейчас, наверное, выкипело. Надо помыть. Обычно у меня все чистенькое. А так вот выкипело уже. А, каша, да-да-да-да. Я кашу сейчас варила. Она прям что-то не убежала у меня. Я уже забыла, как полубу варить. А тут что-то морковка у меня много получилось. А Димина пока кипит. Диме я делаю пока что еще яичко вкрутую. Он его потому что сам чистит. Старается. Пока в смятку, я думаю, ему рановато. Наверное, после трех лет уже смятку.